История падения белорусского МИД продолжается. Италия и Словения так и не приняли послов Республики Беларусь. Говоря об этом решении, приближенный Светланой Тихановской Валерий Ковалевский сказал, что только поддерживает решение Италии, ведь Лукашенко не имеет никакого права назначать хоть кого-либо на управленческие посты. Но даже если откинуть этот нюанс, то сам назначаемый Анатолий Глаз не имеет должной компетенции в роли дипломата. Глаз демонстрирует очень агрессивное поведение по отношению к правам и свободам граждан Беларуси. И поэтому никак не может представлять весь народ на международном уровне. В наших международных контактах мы настаивали и будем настаивать на том, что Лукашенко больше не имеет права назначать послов. Мы также просим иностранных послов не предоставлять верительные грамоты Лукашенко, сказал Ковалевский. Также было объявлено, что Словения официально отозвала согласие на работу почетного консульства Беларуси в Люблине, которое возглавляет Янис Шкрабец. В марте и мае Валерий Ковалевский и Светлана Тихановская поднимали этот вопрос на своих встречах. Это серьезный сигнал для всех представителей власти. Вы не можете представлять Беларусь, если сами выступаете против беларусов. В нашу страну вернутся справедливость и законность, и это решение – один из шагов на этом пути, сказал Валерий Ковалевский. С августа 2020 года ни один кандидат, запланированный послом в странах ЕС, не получил одобрения, поэтому Беларусь остается без послов в Италии, Испании, Словении и Латвии. Послы в Германии, Румынии и Чехии не изменятся. История здесь очень проста для дипломатии. Заключение контракта означает признание главы государства, и ЕС сделал четкое заявление по этому поводу. И они решили самостоятельно закрыть офис в Канаде. Сегодня МИД Беларуси – это министерство по очень странным делам. Накануне Маккей встретился с главами дипломатических миссий африканских государств в рамках второго белорусско-африканского экономического форума. По словам министра, сотрудничество с африканскими странами – традиционная и важная часть многовекторного спектра белорусской внешней политики. Он подчеркнул, что перед правительством и экспертами стоит стратегическая задача – обеспечить полноценное присутствие на рынках этих стран. Предпосылкой для этого является взаимная выгода для всех сторон. Министр подчеркнул, что Беларусь и африканские государства занимают схожие позиции в международных делах, основанные на принципах уважения международного права, равенства, невмешательства во внутренние дела, мирового урегулирования споров и приверженности многосторонности в решении важнейших мировых проблем. Беларусь никогда не использует нечестные методы в отношениях с партнерами. Министр также напомнил древнюю мудрость, гласящую «Если хочешь идти быстро, иди в одиночку, если хочешь уехать далеко, иди вместе». «Мы готовы вместе двигаться вперед», – заверил Владимир Макей в направлении на создание новых отправных точек.